Суббота Каждый раз новая реальность, но какова бы реальность ни была, Бог остается тем, кем Он и был, не правда ли? Бог не изменяется. Реальность может меняться постоянно в нашей жизни. Ну как я обычно говорю, что проблема это не проблема, а проблема это реакция на проблему. Я не знаю, объявляли или нет, если кто хочет сказать, если кто-то хочет высказаться по субботней школе, то микрофоны передаваться не будут. Если будет желание, можете поднять руку и пройти, не снимая маску. И пожалуйста, все оденем маски. Всем большое спасибо. Не снимая маски, могу сказать микрофон. Как называется наша тема сегодня? Ладно, микрофона нет, я, наверное, никто не хочет высказаться. Сегодня мы поговорим о познании Божьего характера на опыте. На чем опыте? На чем-то опыте? Или на собственном опыте? Наверное, желательно на собственном опыте, да? То есть на вашем и на моем личном опыте. Хорошо. Это какие-то простые опыты, обычные опыты, но опыты мы имеем каждый день в своей жизни, да? Или какие-то особые опыты. И каждый день. А опыты это что? Познание Божьего характера, что это? Вот в целом что-то общее или что-то конкретное? И что-то конкретное, о чем мы будем сегодня говорить? Характер Божий. Характер Божий. Сегодня мы поговорим о познании Божьего характера через призму 4 заповеди, субботы. А кто может сказать наизусть 4 заповедь? Познание Божьего характера. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, сегодня многие христианские течения и конфессии, они принимают 10 заповедей. Они принимают 10 заповедей, они перечисляют, говорят, их надо соблюдать. Но когда доходят до 4 заповеди, возникает проблема. В чем проблема? Проблема в том, что Господь уже отменил эту заповедь, да? Теперь ее соблюдать не надо. Мы сегодня чуть-чуть поговорим и об этом тоже. Но есть и христианские течения, есть и христиане в мире, и не только христиане, которые соблюдают и 4 заповедь. А для какой цели? Для какой цели соблюдать 4 заповедь? Печать Божья. Для почтения Бога. Хорошо. Еще для чего? Еще для какой цели? Для почтения. Это печать Божья. Еще для чего? Для чего соблюдаем в субботу? Для опытов. Для обучения уроков Иисуса Христа. Для обучения уроков. А 6 дней не обучаемся? Обучаемся, но в субботу особенно обучаемся. Каким образом можно понять, что Бог осветил этот день? Вот в субботу мы приходим и как-то лучше это понимаем? В Библии написано. Он так сказал. Он сам осветил. Да. Хорошо. То мама говорит, что нужно, чтобы Господь заверил. Ладно. Давайте помолимся. Наш Дорог Господь. Это особо важная тема. Все темы важные. Это особо важная тема для понимания Твоего характера через призму субботы. Через призму правильного поклонения этому. Через того, чтобы мы правильно понимали, Господи, для чего Ты создал субботу. Для какой цели. Чтобы мы Дорог Господь не только понимали, не только принимали, но соответствующие поступали. Прибудь с нами. Во имя Иисуса просим. Аминь. Хорошо. Итак, Матфея 15 глава и 16 текст. Иисус задает вопрос. Какой вопрос задает Иисус? Кто помнит? Какой вопрос задал Иисус ученикам? Относительно себя. За кого меня почитает? Если сегодня Иисус был бы здесь, и Он задал бы этот вопрос, что бы Вы сказали? Пожалуйста. За кого Вы почитаете Иисуса? За Бога. Спасителя. Хорошо. Еще за кого? За Бога, Спасителя. Еще за кого? Посредника. Учителя. Ходатая. Как насчет того, что за господина? В прямом смысле, господин. Кто из вас считает себя рабом? Кто себя считает рабом? Хорошо. Давайте прочтем, итак, памятный текст, Марка, 2 глава, 27-28 текст. Пожалуйста, если у кого открыто, если кто хочет, может пройти микрофон, прочесть, или может с места громко. Есть господин и чего? И субботы. То есть, если Господь является господином всего, в том числе и нас, и является господином субботы. Это очень важно. Очень важно, чтобы мы помним, что Господь – это господин субботы. Хозяин субботы, говоря по-другому. То есть, мы можем сказать, что с помощью субботы это определяется положение Господа по отношению к нам. Не правда ли? Итак, Господь говорит, что я господин субботы. И что вы должны сделать? Что мы должны выполнять? Если у вас есть, допустим, на работе начальник. И он есть определенные правила. Что вы должны делать, если вы поступаете на работу? Выполнять правила. Не правда ли? То есть, вы подписываете договор, вы соглашаетесь. Если вы готовы взять эту должность, то вы что делаете? Выполняете условия, предписанные в контракте. Хорошо. Он создатель, о владыка. Также в этом тексте определяется отношение человека к Богу. Какое отношение, положение человека к Богу? То есть, кто есть? Господь, что Он сказал? Я господин сего. То есть, Он творец сего. Мы понимаем, принимая этот стих, что Господь является что? Творец. Бог. А мы кем являемся? Подчиненными. Творением. Я согласен. А как насчет подчиненными? Если подчиненными, то я здесь немножко не согласен. Вы не согласны? Я уже установил вас. Мы его сновля. А если сын, он уже имеет право не на наследство, он имеет право на прямое общение, имеет право даже на его господинство. Хорошо. Браво Анатолий, а право на обязанность не имеет, сын? Аминь. Все. Ну а сколько у нас... Будем откровенны. У нас есть дети, что все считают нас в отношении, что они подчиненные, а мы главенствующие? Все так? Все согласны? Что все дети так и поступают? Все слушают, поступают согласным предписаниям. Ну смотри. Да. Значит, у меня сыновья уже взрослые. Вот сегодня я имею статус отца, да? Так. Если я им что-то говорю, они могут мне задать вопрос, как ему Богу дозаёт. Почему именно так они поприбывают? Почему? Было время, когда они мне говорили, почему он должен быть ответственным? Они попристили. Задали вопрос. Я и вам, если я, потому что с Богом имеем возможность дискуссировать, мы же иногда не согласны с Богом, то, что Бог посылает. Хорошо, Иван Анатолий, мы имеем право с Богом дискутировать вопрос субботы? Можем или нет? Мы не имеем права. Если мы дети, то мы имеем право задавать с Богом вопрос. Я говорю, как я сказал, что субботы не скучается. Теперь не скучается и вникает. Итак, мы сели в машину, завели, едем в определённое место. Сейчас обратно, нет. Едем. Мы остановились и мы звоним производителю и говорим, мы хотим подискутировать, почему вот так, вот так происходит. Что говорит производитель? Есть инструкция, есть определённые вещи, есть как правильно пользоваться этим определённым вещам. Если Господь говорит, нужно делать так, то мы хотим с ним подискутировать. Господи, а может по-другому? А может быть воскресенье будем соблюдать? А может быть что-то будем? Я вам сейчас перескажу правила, которые иудеи наложили на народ. Вы будете удивлены, что это такое. Вы просто себе не представляете, согласно чего? Две тысячи правил, которые люди должны были... И люди говорят, это не радость, это тягость. Вопрос дискутирования чего? Если я говорю, что Господь говорит, надо делать так, то почему мы говорим, Господи, давай подискутируем? О чём? То есть вопрос дискуссии отпадает. Есть правила, которые мы должны принимать. Если я, Баран Тульчевск скажу, если я с моим хозяином дискутировал бы каждого решения, я бы там не работал бы точно. Нет, это не дискуссирование. Это если бы Господь наказал бы, и он задал вопрос, Господь, ты не так наказал, надо бы по-другому наказать. Вот это вопрос дискуссирования. А мы предлагаем Господу определённые вещи. Следующий вопрос. Давайте. Я теряю диску, я теряю своего силы. Так. У меня он в таком возрасте, Бог его мне дал. Почему он мне дал? Если он мало возраста, забирайте его. Почему Господь дал, а почему Господь забрал? Почему он мне дал? Нет, я ждал его 15 лет. Он родился, и он умирает. Вот я на рождестве. Так. Я имею право. Ну-ну. Мы все имеем право задавать Богу вопросы. Да. Вопрос. Знаете, есть такое хорошее английское слово. We all entitled to own opinions. То есть, we are not entitled to own facts. То есть, мы имеем право на своё мнение, но мы не имеем право на свои факты. Факты у Бога. Вот мы принимаем факты или нет, но мнение может быть разное. Пожалуйста. Правда, Данил? Вы хотите сказать, потом вы? Пожалуйста. Да. Да. Спасибо. 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 Угу. Я согласен, брат Данил, абсолютно. Вопрос в том, что те христиане, которые в основной своей массе, они верят, они вкусили, как благ Господь, но не соблюдают субботу. Потому что у них свое мнение по этому поводу. Так научили? Но я не думаю, что эти люди не читают Священное Писание. Хорошо. Да, пожалуйста. Да, конечно. Я задан вопрос относительно, может ли быть дискуссия относительно сегодняшнего дня. Если человек признает Бога творцом всего, для него эта тема отпадает. Тут даже не стоит вопрос, дискутировать или не дискутировать. Проводилась аналогия между семьей человеческой, между взаимоотношением дети и родителей. Когда-либо дети, воспитанные родителями, ставят себе вопрос, являются ли они моими родителями. Мы не берем сейчас отношения. То есть исполняют они, не исполняют. Не об этом сейчас. Но любой ребёнок, который даже, скажем так, считают плохим ребёнком, тем не менее он знает, что это его папа, это его мама. Не так ли? Здесь та же самая ситуация. Мы в праве, каждый из живущих, когда-либо живших на Земле, он в праве признать Бога творцом, Богосоздателем, единственным, который творит это всё и так дальше, держит и существует. Если же мы признаём, то вопрос субботы, что это день субботний, это день Божий, он даже не поддаётся дискуссии никакой. Подобно тому, как и дети не ставят под вопрос, что родители и являются их родителями. То есть вопрос признания само собой автоматически подразумевает вопрос подчинения и следования тому, что Господь нам говорит. Конечно. Спасибо. Итак, в Иоанна 5 главе. «И начали иудейские власти представить Иисуса, потому что Он делал такие дела в субботу». На это им ответил Иисус. «Отец мой никогда не переставал творить добро. Так и делаю я». Запомните это, то, что Он говорит. «Ещё более, тогда утвердили своё намерение убить его иудейские власти. Теперь уже не только за нарушение субботы, но и за то, что они назвали Бога, назвали Бога своим Отцом. Он себя самого ставил наравне с Богом». Что за проблема возникла? Интересно, Иоанн об этом пишет. «История в Ефезде. Поворотный пункт деятельности Иисуса». Что произошло в Ефезде? Сколько лет этот человек лежал у этой купальни, ожидая, что вот когда ангел Божий, который иногда сходил и возмущал воду в этой купальне, он исцелится. Сколько лет прошло? 40 лет. 38. Ну, почти 40. Если бы 40 лет вы ожидали в своей жизни определенных вещей, это не происходило бы. Разочаровались вы в Боге или нет? Продолжали бы приходить в купальню и ожидать, когда ангел, мы бы сказали, у него нет выбора. А у нас есть выбор приходить из субботы в субботу в Дом Божий, соблюдать Божие установления, соблюдать Божие правила, заповеди. У нас есть? У нас есть выбор. В отличие от того, что... Я часто слышу, что у нас нет выбора, что у нас есть обстоятельства, которые нам не позволяют делать определенные вещи, потому что у нас есть определенные обязательства в другой сфере, и эти обязательства перекрывают наши обязательства перед Богом. Этот человек 38 продолжал. И вот приходит Иисус и говорит, в 8 тексте мы читаем, «Стань, возьми постель свою и ходи». Иисус не произвел никаких таинственных действий, ни руками не помахал, ничего такого не сделал, не закатил глаза и не сделал целое шоу. Иисус просто сказал, «Встань, возьми постель свою и иди». Интересно. Вы помните, что дальше происходит? Этот человек берет и уходит, но он не заметил, кто это был, потому что Иисус скрылся в толпе. Куда этот человек идет? Где дальше он встречается с Иисусом? Где? В храме. Друзья мои, если в вашей жизни все хорошо, куда вы идете? Так, оказывается, мы приходим в храм для того, чтобы поблагодарить Бога. И в субботу в том числе. Человек берет свою цинковку и идет в храм. И с кем он там встречается? Оказывается, в субботу мы еще встречаемся с Богом, чтобы поблагодарить Его, что Он нам делал на протяжении целой недели. Интересная мысль. Ну, опять-таки, 38 лет по обыкновению невозможно ходить в купальню. В храм невозможно ходить по обыкновению. В субботу невозможно ходить по обыкновению, потому что наше сердце переполняется радостью. Мы пришли сюда поблагодарить Богу за то, что Он для нас сделал. Сказать спасибо, Господи, за то, что Ты исселяешь или не делаешь определенных вещей в моей жизни, о которых я прошу. Но какая была проблема? Интересно, написано, что Евангелие не объясняет причину решения, но между прочим мы можем узнать, что Он бежал к Богу принести благодарность своей душе. Если бы Он не направлялся в храм, Он не узнал бы Иисуса. Только в храме Он узнал, кто Его исцелил. Интересно, что Иисус встретил Его исцеленного, а не исцеленный встретил Иисуса. В субботний день в Божьем доме Господь готов встречать приходящих к Нему. Это еще одна цель. Еще одна предназначение и цель, для чего Господь создал субботу. Чтобы здесь Он с нами встречался. Итак, сколько исцелений Господь совершил в субботу? Сколько? Семь. Интересно, семь имеет в Библии особое значение, да? Семь. Еженедельный день отдыха в субботу, субботний год, каждый седьмой год земля должна была отдыхать, покоиться, юбилейный субботний год, или год милосердия, каждый пятидесятый год, семь считался с юбилеем, это год был отпущение, когда каждый раб возвращался домой свободным. Земля возвращалась первоначальным владельцам, все через семь повторялось. Интересно, когда Иисус открыл и начал читать строки из Священного Писания, был особый год. И что он читает? Дух Господень на мне, ибо помазал мне проповедовать лето. А вы знаете, какое было лето? Был юбилейный год. Был особый год. Год, когда хозяин отпускал своих рабов на свободу. Иисус пришел, чтобы восстановить то, что было утеряно. В чем был такой конфликт между иудейскими властями Иисусом? В чем была корень? В чем корень проблем, когда ты приходишь в место и говоришь человеку, что что-то не так? Что ты разрушаешь? Что мы разрушаем, когда мы говорим, что что-то не так происходит? Вот Вова говорил, да, их мышление, стереотип, представление. 18 примеров субботних ограничений. В субботу разрешается ехать на осле, но без плетки, ибо тем самым заставляешь осла везти груз. Вам смешно? Ну так оно было. У осла не должно быть колокольчика в субботу, ибо это груз, а в груз в субботу возить запрещено. Женщине нельзя надевать лишние одежды, ибо это тяжелый груз. Нельзя носить в субботу носовую платку, это груз, но если пришьешь к одежде, это уже будет твоя одежда, не будет груз. Нельзя смотреть в зеркало. Вы знаете почему? Потому что появится желание вырвать волосы, а это работа. Не разрешено нести животному корм, более чем он может взять в том за один раз. Нельзя носить какие-то предметы в руке или на плече, но можно вывернуть вот так кисть, вот таким, не вот так, когда ты несешь, а вот так выворачиваешь ее. То в этом случае можно носить, потому что ты так обычно не делаешь. Это уже не считается работой. Если у тебя болят зубы, их нельзя поласкивать уксусом, это работа, значит грех. Но можно взять хлеб, обмогнуть в уксусе, положить в рот и приложить к этому месту, это уже не работа. Это уже ты поикушаешь. Если в субботу разобьется сосуд с маслом, можно спасти лиц 3 порции масла, столько, сколько можно хранить в субботу. Посмотрите, интересно, нельзя плевать на землю, так как слюна растит землю, поможет травеньке расти, а это работа. Вам смешно? А я скажу, что в вашей жизни есть определенные вещи, что вы делаете абсолютно то же самое и в моей жизни. Потому что мы накладываем на субботу ограничения. У нас есть свое представление о том, как правильно соблюдать субботу. И не только наше представление, но если кто-то так не поступает, мы говорим, и у тебя неправильное представление. Представляете, что могли люди переживать в субботу? Они же ожидали, когда... Это я прочел 18, а их было 2 тысячи. Вы себе представляете такую субботу для себя? Да, пожалуйста. Очень интересные факты были просчитаны по поводу того, как вы должны были соблюдать субботу евреи. Но у меня вот вопрос возникает. Откровенно кто-нибудь может сказать, чьи дети, именно дети, которые еще до 12 лет, более испытывают радость в субботний день? Христианский или еврейский? Кто знает? Совершенно верно. А почему? На этой неделе, да, я вот как раз очень много смотрел комментариев по урокам, и вот очень интересно, там была дискуссия между служителем христианской церкви и служителем раввином. И там говорили, в чем разница. Он говорит, разница в том, что вы соблюдаете субботу, мы ее празднуем. Так вот, почему я вспомнил это? Потому что, да, у них там были 18, вы прочитали, 2000, там все, что угодно можно было. Но если человек правильно относился к субботе, то даже с этими двух тысячами он все равно радовался. И это как раз, вот вы сами подтверждаете эти слова, что дети как раз до 12 лет в еврейской, воспитаны ортодоксально евреями, они гораздо счастливее в этот день, чем христианский день. Брат, а как ты думаешь, если убрать эти 2000 правил и дать людям истинное понимание? Еще счастливее. Можно? Да. Я помню, я, моя сестра жила в другой город, я иногда ездила туда, чтобы слушать на такой язык, что я понимаю, что дети встают так вот, 5 лет, 7 лет, трое детей. Они говорят, мама, а где субботняя одежда? Так они радовались, что субботу будут чисто одевать. Вот это будет правда, как-то что-то было. А где-то растут. Может быть, для детей, может быть, то, что они одевают чисто одежду, был праздник. В зависимости от нашего возраста и от того, что для нас есть праздник, меняется мнение наше. Но когда в основе всего лежит Господь, который в том числе помог нам приобрести и дать эту чистую одежду, и все остальное, мнение праздника меняется. К сожалению, проблема с евдеями была, особенно с начальствующим, которые вводили эти правила и следили за строгим исполнением. Они забыли сущность и суть субботы. А это был Господь. Интересный комментантор Барнс. Иудеи растянули обязанность субботы, дальше задуманной сферы, и соблюдали ее до суеверия. Иисус использовал все ошибки, все возможности убедить их в их ошибки. Чудеса показывают, что в действительности разрешал закон Божий совершать субботу. Что в действительности. Господь показал, что можно, а что нельзя. А также, что дела первой необходимости и милости были в духе закона. Закон и милость – это одно и то же. Это не законы и осуждения, это законы милости. Да, конечно. Друзья, я просто хотел бы сказать следующее, что без Иисуса Христа в субботу, теряя всякий смысл. Она превращается в формальность. Это то же самое, что вас пригласил на Дне рождения очень именитый, знатный человек. А сам на это Дне рождения не появился. И вы пришли праздновать Дне рождения без него. Это то же самое. То же самое случилось с евреями того времени, которые не приняли Иисуса. Поэтому, кто сегодня счастлив до 12 или после 12, это очень интересный, спорный вопрос. Как ты в своей семье устроишь, так дети будут радоваться или ненавидеть? Это первое. Второе, Иисус сказал, что вы, говорит, сами не входите, и желающих войти не пускаете. То есть, Иисус как раз был против этого нагромождения. Ирина Уайт в книге «Желание и Бог» пишет, что когда Иисус пришел и начал отменять все эти моменты, она говорит, он как бы сметал шелуху со стола, примерно вот так. Им казалось, что он разрушает их вверх. А он, оказывается, очищал, чтобы можно было увидеть истину во всех ее прелестях. Поэтому все зависит от нас. Насколько мы понимаем, что такое суббота, и насколько мы преподносим нашим делам. Спасибо. Да, наверное, проблема была, что они забывали о том, что они думали, что благодаря тому, что они соблюдают, то они будут праведны. Забывали о том, что Господь дает нам праведность свою. У нас нет своей праведности. И то, что сказал пастор, есть еще такая другая история, что однажды в одном большом поселке загорелся дом, амбар, где хранилось сено, и огонь вспыхнул, и он готов был перекинуться на другие дома. И человек, который жил по соседству, проснулся, выскочил на улицу и начал бить такой, рында называется, все знают, такой кусок швеллера, что все проснулись, колокола не было. И действительно, благодаря этому человеку спасся весь поселок. В честь этого, этого человека назвали спасителем этого города, был установлен особый день, как день города, день поселка, праздновали. Со временем, этот поселок растерся, стал большим городом. Но каждый год они собирались и праздновали. И однажды, во время такого праздника, приехали туристы и спрашивают, по случаю, чего вы это празднуете? Он говорит, им рассказали вот эту историю, они гордились этой историей. А он сказал, а можно с этим человеком? А его забыли пригласить. Иногда мы приходим в субботу, забывая пригласить Господа в свою жизнь. Хотя мы знаем, чему мы обязаны Богу в своей жизни. Итак, какие аргументы Господь приводит Иудеям, когда Он говорит, вы помните, я читал в Иоанна 5 главе. Итак, первый говорит, Отец Мой до Ни не делает. Итак, Он говорит о субботе. То есть, кто создал субботу? Иисус? Что Он говорит? Он ссылается на авторитет Своего Отца. Он создал субботу, благословил и осветил ее. И дальше интересно. В своей книге Святой Лука Кард писал, Суббота была самым подходящим днем для подобного служения милости. Ибо суббота, вы помните прошлую субботу, о чем мы говорили? О труде. И Он пишет, ибо суббота это избавление от рабства труда. Было предвкушение финального освобождения от всякого рабства. Это и есть цель субботы. В девятнадцатом тексте дальше Иисус говорит, если не увидите Отца Творящего. Он говорит, что Я делаю то, что делает Отец, и Отец продолжает делать. И то, что Я делаю, делает Мой Отец, Отец Творящий. Что Он говорит? Почему Он исцелил этого человека, который был у этой купальны? Для какой цели? Что делает Господь? Какая цель Господа? Творить что? Милость. Вы говорите, Я этому человеку сотворил милость, а Вы меня осуждаете? Нет. сотворил милостью, с теми болезнями такого человека. Ему нужно сейчас посетить. Сейчас и вселенные. Поэтому мы то, что не должны, не имеем права оставлять нам. Потом мы должны делать. Если мы не будем делать, мы нарушаем тот же самый этот закон Божий. Спасибо, брат Семенов. Я хочу сказать, почему мы говорим о субботе, что мы не впадали в крайности, что мы знали, что можно сделать, что нельзя делать, как правильно делать. Интересно, в нашем уроке это стоит в начале, я вот опустил самый конец. Итак, где написано в субботе? Это очень важно, где написано? Да. Итак, Господь создал еврея Адама и Еву, сказал, что вы евреи теперь будете населять. Нет? Не так не сказал? Нет? А. А. Что-то я не то читал. Ладно. Синем днем окончил Бог труд, который совершил, я часто слышу, что суббота только для евреев, который совершал в дни сотворения 10-му уже не делал всего того, что совершил прошедшие 6 дней. Третий текст очень важный. Нигде Библии больше этого нет. Благословился Господь седьмой день и осветил, ибо в этот день Он пребывал в покое после тех дел, которые при сотворении совершал. Интересно, суббота в 108 языках встречается. Сабадо итальянский, Сабадо, Сабадо испанский, Суббота по-русски, Зумбат венгерский, Симбета. Правильно я произнес по-русски? Симбета? Симбета. Да. Шабад на этом. Интересно, что Господь, мы очень часто слышим, да и на Писании мы читаем, что Господь благословил это, Господь благословил это, но что-то Он сделал, помимо того, что Он благословил, что Он еще сделал? Осветил. Только в одном месте и только по поводу одного случая это написано, что Господь благословил и осветил. Интересно написано, Елена Мартин-Лютер пишет, Бог благословил и осветил субботу для себя. Еще раз. Бог осветил, благословил субботу для себя. Стоит заметить, что Бог не произвел никакого освящения ни с каким другим творением. Он не осветил себе небо, ни землю или что-то другое. Но Бог осветил для себя седьмой день, ибо этот день намеренно был отмечен Богом, чтобы показать нам, что седьмой день был отделен специально для поклонения Ему. Таким образом, если Адам не пал, бы он остался безгрешным. Он продолжал бы почитать седьмой день как субботу. Еще, чтобы человек мог поклоняться ему в этот день, Бог дал человеку субботу, чтобы он никогда не забывал, что суббота является Божьей, а не его. Итак, Господь говорит, суббота для чего? Для человека. Но я, господин, суббота. Суббота для вас, но я ее хозяин. Какой из этих частей мы забываем? То, что суббота для человека и Господь хозяин? И только суббота для человека о Господе уже как-то исключается. Интересно, что дальше написано, что свое подтверждение субботы находится исключительно в Библии. Нигде не написано о том, что надо праздновать субботу. Нигде. Но только в Библии находится эта запись. Помни день субботний. Интересно, помни день субботний, обращен к деревьям, солнцу. Солнце, как и встал. Интересно, в субботу солнце с другой стороны встает? Нет? Нет? Дождь как-то по-особому проливается в субботу? Деревья как-то по-особому цветут эти цветы? Нет? Как-то природа в себе отмечает, что вот эта суббота это особый день она как-то по-особому отмечает. Да или нет? Так кому обращено помни день субботний? Человеку. Непосредственно только к нам. Напрямую к нам. Суббота не могла быть изобретена человеком, потому что она не вытекает из естественных межчеловеческих отношений. Интересно, он не обращается, говорите, между собой, он говорит, непосредственно человеку говорит. Суббота это знамение между мной и вами. 20 сентября 1793 год. Французская революция. Какое было, что было в основе французской революции? Что они хотели отменить? Они хотели сделать равноправие, да, свободу, но они хотели всячески изгладить все библейские принципы. И что они сделали? Они решили отменить неделю. Они сделали деколог 10 дней. То есть, теперь неделя состояла не из 7 дней, как неделя, а из 10 дней. Как вы думаете, сработало? Это продержалось 13 лет. И тут произошли проблемы. Люди начали жаловаться. Особенно те, кто работал на земле, они говорят, что валы после 7 дня падают и умирают. Они не могут работать 10 дней. 9 дней. То есть, надо было работать 9, 10 и отдыхать. 31 декабря 1805 года император Наполеон вновь ввел с именем неделю вместе с грекорианским календарем. В связи с этим, вот я говорил с моим другом, он говорит, ну, наверное, суббота и введена ля физические соображения, да, чтобы физически отдохнуть. Вот не пойду в церковь в субботу, я так всю неделю работал, давай я полежу и отдохну. Нет? Не возникает никогда желания? Я же так тяжело, но субботу сказал, отдыхай, Господь сказал. Ну, желания не возникают, но вы знаете, один раз всегда говорю так, в течение недели, рабочие дни, если я в обед лягу, я не засну. А в субботу приходил после служения, как будто в труп в ленку засыпал. Что это? Понимаете, в течение шести дней, как бы я валялся от 20 лет, в субботу пришел после служения, пообедал, лег, вырубил. Брантуль, а вы не замечаете, что в субботу люди не только после служения, во время служения спят? Они как-то вырубаются с самого утра уже? Так, и главное мотивирует, что, да, главное мотивирует, что в субботу Господь создал для отдыха, я только что прочел доказательства того, что суббота это физический отдых. Я думаю, что это правда. Суббота это физический отдых. Но мы не можем исключить нашего духовного общения с нашим Господом друг другом. Но физический отдых это тоже, я согласен с братом, потому что весь организм, вы знаете, как-то вот уже, вот как те волы. Это организм тоже так вот. Это вот этот цикл, который Бог заложил, это правильно. Но если ограничиться только этим, это проблемой. Хорошо, Баран Анатолий, вы помните, я сказал, что Бог, я прочел цитату, что Бог сотворил субботу не для нас, а для себя. Исайя 40 глава, 28 текст. Написано, он не утомляется и не изнемогает. Вы знаете, честно говоря, я думаю, что он не только для себя создал, я думаю, что он создал субботу и для нас тоже. Почему? Потому что он создал, что ты в 6 дней работай, и ты в 6 дней делай всякие, а ты в 7-ой отдыхай. Хорошо, Баран Анатолий, еще один вопрос. Вы простите, я вот с вами, такая дискуссия как. Итак, когда создал Адам, был создан Адам? Ну, в 6-ой день. Итак, в 6-ой день. Прошло несколько часов, Адам уже утомился, устал, и Господь говорит, на и что, Адам, три часа прошло, ты уже отдыхай. Ну, Бог смотрит вперед. А, Бог смотрит вперед. Нет, но согласитесь, что суббота это благословенный день для отдыха физического такши. Я с вами согласен, но проблема физического труда возникла после грехопадения. Проблема физического труда, а не как физический труд. Я думаю, что если Адам продолжал оставаться в Едеме и работал бы 6 дней, а 7-ой отдыхал бы, он не испытывал никаких физических проблем. Абсолютно. Потому что труд в Едеме какой был? Радостью, благословением. Если в вашей жизни что-то благословение и радость, вы устаете от этого? Я лично нет. А? Нет. Когда много благословения, от этого тоже устает. Да, пожалуйста. Я извиняюсь, что так много участвую. Хотел бы поделиться одной информацией и в качестве рекламы. На этой неделе я нашел для себя еще один новый источник, где рассматриваются уроки наши. Это наш церковный, адвентистский, украинский проект, который на телеканале Надея. Там очень интересный проект. Там очень интересный проект. Сейчас идет, называется проект в контексте. И там сейчас идет вебинар. Я не помню, как зовут ведущего. В качестве того, кто участвовал на этой неделе при рассмотре урока, это был Максим Крупский, кто знает Украину, кто знает СССР, должен знать это имя, потому что Крупский, его отец, он был в свое время даже и президентом евроазиатского дивизиона. Так вот, там они когда обсуждали тему субботы и назывался этот вебинар «Что Иисус, зробив заповедью про субботу». Что Иисус сделал заповедью про субботу, об этом уже говорили, о том, что Он убрал шелуху и показал, как правильно надо праздновать и светить, и радоваться субботнему дню. Но в процессе их рассмотрения они задали очень интересный вопрос, ведущий задал Максиму. И, ну, честно говоря, я не до конца досмотрел, может быть, там дальше был ответ, но я пока его не увидел. Но это натолкнуло меня на одни очень интересные размышления. Ведущий задал Максиму вопрос. А Вы уверены, что Вы сегодня, соблюдающий субботний день, соблюдаете тот самый субботний день, седьмой от Творения мира? Что Вы можете сказать на этот вопрос? Как Вы можете это доказать? Вы докажите это. Я понимаю, Вы докажите, дайте мне основание. Можно вопрос? А он нуждается в доказательстве? Да, нуждается. В каком смысле? Я объясню. Это вопрос очень важный и доказательство очень простое. Не надо копать историю, надо правильно вникнуть в суть плана спасения. Первое. План спасения зародился еще тогда, когда еще ни одного человека не существовало, а план спасения уже был. И каким образом связана именно суббота, это тем, что мы знаем, что суббота — единственная заповедь, которая, ну, образно говоря, является печатью закона Божьего. и она указывает на Бога, как на Творца. Теперь у меня один единственный вопрос, опять же, кто говорит, не на доказательстве, дальше. Что бы произошло, если бы этот седьмидневный цикл, что бы произошло с планом спасения, если бы этот семидневный цикл был бы нарушен, если бы мы сегодня, называющие себя детьми Божьими, праздновали несубботний день, что бы было тогда? Можете много думать, я помогу вам ответить. Ничего бы не было. Потому что, если бы вдруг начал бы кто-нибудь, называя себя Детём Божьим, праздновать несубботний, который был установлен на Сотворение Мира, план спасения был бы нарушен. Что сделал Бог, когда Адам и Ева вкусили запретный плод? Что он с ними сделал? Изгнал Израиль. Не допустил их доступ к Дереву Жизни. Почему? Потому что, если бы они вкусили от Дерева Жизни, то они бы стали бы вечно жить, и грех был бы уикавечен. Так вот, если бы недельный цикл был бы нарушен, если бы сегодня, на сегодняшний день мы, как дети Божьи, праздновали не ту самую субботу, Сатана оказался бы победителем. Он бы сказал Богу, смотри, они празднуют не твой день. Твой день не празднуется. Ты же знаешь, кто, как не Сатана, а больше его, конечно, знает Бог, что семидневный цикл, он никогда не был нарушен. Именно почему Сатана обостряет свою работу и противодействует народу Божьему. Обратите внимание, даже не... Я говорил положительно о евреях, но сегодня Сатана не борется с евреями. Ему нет в этом необходимости, потому что они не признали Христа. Он сегодня борется с нами, потому что мы признали Христа, мы признаём Бога, признаём Христа Сыном Божьим и соблюдаем ту самую субботнюю заповедь. Именно поэтому правильное понимание этой заповеди нам уже даже на основании этого принесёт радость. Кто из нас не будет согласен хоть как-то поучаствовать в чём-то добром? В субботу как раз именно правильное понимание субботнего именно в этом контексте, в контексте плана спасения помогает нам испытывать чувство радости от осознания, что мы действительно день субботний называем Днём Господним. Спасибо. Хочу вам сказать, что насчёт евреев не совсем правда, потому что я еврей, я соблюдаю субботу и ещё я христианин. Так что Сатана за меня тоже борется. Если он за меня не борется, я был бы очень рад, но это не так. В римлянам написано о том, что однажды придёт время, когда евреи тоже спасутся. На то нужно определённое время. Итак, я сказал, что для физического отдыха дальше человек был создан для общения. Интересно, две вещи, которые Господь создал в начале. Что это было? Какие два института? Суббота и какой второй? Институт семьи. Итак, брак, отношения по горизонтали, суббота, общение, поклонение по вертикали. И как я уже сказал, это положение человека по отношению к Богу и положение человека по отношению и по отношению к Богу по отношению к человеку. Посему Бог благословил 10-й. Вот здесь было сказано о том, чтобы если бы человек не праздновал субботу, что бы было бы. Итак, исход 31-й глава и 13-й текст. Субботы мои соблюдайте, ибо это что? Знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали. Если человек говорит, что он верующий, и он не соблюдает субботу, тогда этот стих ему не подходит. Он вступает в противоречие. Что здесь написано? Для чего, чтобы вы знали? Что я, Господь, освящающий вас. Оказывается, соблюдение субботы это гарантия того, что Господь нас освящает. Это знамение между нами и Господом. Суббота это печать Божия. Итак, Смотрите, три вещи в четвертой заповеди. Первое. Я кто? Господь Бог. Итак, титул. Бог. То есть, это имя. Господь Бог. Второе. Творец. Да. И третье. Это территория. На какую территорию? Да. Я Господь, который сотворил что? Все. То есть, я хозяин абсолютно всего. Вот он показывает, что я Господь, что я Творец, я имею власть над всей этой территорией. И суббота это печать Божия. Второзаконие, пятая глава и пятнадцатый текст. Ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда. Вопрос субботы. Я же говорил, да, мы считаем себя в рабстве Бога. Я лично так считаю. Но проблема быть рабом Бога или рабом греха это тот вопрос, который встает ежедневно в нашей жизни. Абсолютно ежедневно. И это влияет на наше решение, которое мы принимаем. Наверное, когда мы приходим из субботы в субботу в церковь, как сестра подчеркнула, мы для себя более четко понимаем, что Господь определяет как грех и что Господь определяет как поклонение. Чему Господь нас призывает? Помимо того, что Господь помогает нам более четко представлять, что есть грех, а что есть истинное поклонение, Господь еще говорит, как это сделать, как истинно поклоняться и как удаляться от греха. Мы все хотим удаляться от греха, мы все хотим истинно служить, но у каждого свое мнение, как это делать, и в каждой динаминации, в каждом течении свое представление, как правильно должно все совершаться. Но Господь пришел и показал, в чем есть истинное служение, истинное поклонение. Елена Уайт «Суббота свидетельствует о том, как избавиться от греха. Будучи днем общения, она утверждает, что спасение можно получить только в результате присутствия Бога в сердце человека. Когда Бог не сходит в сердце грешника, вносит душу человека свой характер. Это работа с общением его образа в нас и уподоблением называется освящением. Скажи сынам Израилевым, субботы мои, соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами, дабы вы знали, что я Господь освящающий вас». Оказывается, для того, чтобы избавиться от греха, надо пустить Господа в свое сердце, которое наделяет нас своим характером, потому что своим личным характером мы не можем от греха избавляться. Оказывается, суббота это тогда, когда Господь нас освящает. Я Господь Бог освящающий, так что для вас суббота? Радость, покой, физический покой, общение, рассказать о том, как на неделе ваш бизнес шел, рассказать о том, как протекает ваша жизнь, какую машину вы приобрели. Вы следите за тем, о чем вы говорите в субботу. Интересно, Священное Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. И вот то, о чем мы говорим, это избыток и содержится в наших сердцах. я говорил о том, что люди вот спят, да, интересно камеру, иногда вот надо отсюда показать, и это самое. Наверное, на неделе было столько избытков физического труда, что в субботу мы спим. Да, братарь, мальчик. Не забывайте одно, после грехопадения Христос сказал, идет князь в мире всего, но мне не имеет ничего. Так что в нашем мире это понятно, для чего нарушают люди субботу. Первый убийец, конечно, Сатана, но Каин братубин. Я еще хотел одно предложение сказать. Мое мнение это, извините. В субботу прочитайте 38 глава Йова. Все, Сыне Божьи, радовались. Арамаис говорит, этот день был свадьба Адаму и Еву. Спасибо. Да, радость радость это штука, которую сегодня нам у нас пытается Сатана забрать и делает все абсолютно для этого. Вы знаете, какое противоположное чувство? Страх, боязнь. И все, что происходит сегодня, Сатана пытается нам навязать это страх. Суббота древняя забытое благословение до Христа, которым предлагает каждому человеку. Матфея 11 глава 28 текст. Придите ко мне все нуждающиеся, труждающиеся, обремененные. Что я сделаю? Успокою вас. Кто из вас нуждается в успокоении? Братов, может, этот человек суббота и засыпает, что он успокоен. Понимаете, вот я читал такой пример. Женщина, когда женщина болела, ну, стресс у нее был всегда, она, какого врача только не было, что ей не выписывали, ничего не помогло. Вот она проходит мимо церкви, дверь открытая, она зашла, села возле дверей, пастор поповедовала. И она так крепко заснула. Вот по проповеди подошла к пастору и сказала, пастор, большое вам спасибо. Это было действительно то, та сила, которая меня успокоила, я могла заснуть. А может быть, для кого-то это соль. Абсолютно, абсолютно согласен с вами. Но это, если это из суббота в субботу, это входит в привычку, то, наверное, это уже, это тогда надо записать голос пастора и включать, может быть, пятницу, чтобы выспаться, а потом в субботу уже приходить. Да, мам. Вот сейчас смотри, где есть сегодня радость. Так, Сегодня где есть радость? Сколько есть? Есть где-то много, если кто-то имеет 10 домов, или 20 машин, или что там есть спокойствие? Нет. А где долго? Ну, мам, 10 машин и этих, наверное, это вопрос приоритета. Нет радости там. Нет. У всех масками. Ну, может быть, следующий дом или следующая машина могут быть радости. Нет радости. Евреям 4 глава. И почил Бог день с нему от всех дел своих. Еще остается обетование войти в покой. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Итак, постараемся войти в покой онны. Друзья мои, мы приходим в субботу по разным причинам. У каждого что-то свое. Быть может, в субботу еще то место, где мы можем кого-то послушать, кого-то поддержать, с кем-то просто помолчать, с кем-то поплакать. По-разному. У нас абсолютно разные жизни, по-разному складываются. Быть может, в субботу еще то место или то время, где мы можем получать исцеление друг от друга, где мы можем понять, что мы не одни в этом мире, когда мы начинаем сомневаться в том, что Бог есть в нашей жизни. Быть может, еще в субботу то место, где мы приходим и слушаем опыт брата и сестры, который нас вдохновляет и говорит, что может быть и в моей жизни такое возможно. Может быть, суббота то место, где действительно мы приходим и общаемся, потому что надо не с кем пообщаться. Или может, как сказал брат Анатолий, может, суббота то время, когда мы наконец-то понимаем, что нужно остановиться и отдохнуть. И быть может, научиться с этого, что нельзя, если определенные границы, в том числе физические, которые нам нельзя нарушать. И судей всего сказано, что суббота это благословение, огромное благословение, потому что Господь знал абсолютно, через что мы проходим в своей жизни. Это было с самого начала. И Господь сказал, я хочу, я люблю тебя, Рауф, я хочу для тебя сделать что-то особое. Я хочу с тобой общаться. Я знаю, насколько ты занят. Я сотворю субботу. для себя, потому что я люблю тебя, я хочу, чтобы ты приходил, где я тебя буду уже ждать. Вы знаете, Господь в субботу с раннего утра занимает первое место здесь, над передним рядой, ждет. Или стоит у дверей въезда в паркинг и ждет, когда брат и сестра придут. Его огорчает, когда кто-то не приходит, потому что он устал, или у него другие причины, или какие-то более важные вещи, которые он считает, что более важные. Господь хочет нас немножко подзарядить, что наша батарейка очень быстро исчерпывает себя. В заключении снова Елена Вайт. Милосердный Творец после шести дней творения мира покоился в седьмой день и установил субботний покой для всех людей как памятник. Четвертое заповедь неизменного закона Божьего требует соблюдения седьмого дня как субботы, как дня покоя, для особого поклонения и служения в соответствии с учениями и примерами Иисуса Христа, Господина Субботы. Суббота это день радостного общения с Богом и с друг другом. Это символ нашего искупления во Христе, знак нашего освящения. Суббота это постоянное знамение вечного завета со своим народом. Радостное соблюдание этого святого времени с вечера до вечера, от захода до захода, это и есть торжественное воспоминание совершенного Богом творения и искупления. И суббота дается всем, абсолютно всем, без исключения, кого освящает Христос. А Христос сегодня хочет освятить каждого из нас. Пусть Бог вас благословит, чтобы действительно суббота приносила то счастье и то удовлетворение, для чего она предназначена. И что это было особым временем в вашей жизни, в вашем календаре, в жизни ваших родных и близких. Я рад вас видеть и пусть Господь вас благословит. Аминь.